Я очень благодарен всем участникам школы Чек Будущего, Homo Futurs, с которым мы провели сейчас бесплатный ликбез. Потому что на самом деле эта школа, она должна быть для каждого. Потому что иногда люди мне пишут, что мне не так плохо, чтобы этим заниматься. И потом мне написали еще такой вопрос или предложение, написали так, вы знаете, наверное, потому что людям кажется, что у них там такие стрессы, такие проблемы. И при чем тут метод ключ? Потому что ключ, как вы говорите, рассказываете, предназначен для того, чтобы снять стресс и выйти на творческое состояние. А у меня такие проблемы. А вы там показываете для этого такие простые действия с синхронной текущему состоянию в моменте. Вы показываете там, например, как делается хлёст руками по спине, как делается лыжник, как делаются плавательные движения, как делается дирижирование. Вы показываете, что человек может вспомнить, что он любил делать в детстве, играть в детстве, в какие игры, что он может это сымитировать, уже будучи взрослым. И у него опять снимется стресс, и он будет таким естественным, свободным, каким был тогда в детстве. Вы говорите о том, что надо сохранять в себе детскую естественность, чем бы вы ни занимались. И это ваша такая прекрасная находка, помогает на самом деле сбросить любой стресс и выйти на состояние творческое, на состояние вдохновения. И вы там рассказываете о том, что можно сделать просто ключевое дыхание. Например, один из приёмов, это когда вы думаете, о чём думается, делаете, что делается. И неважно, бежите вы, или лежите, или стоите, или сидите. И в этот момент только одну минуту прислушиваетесь к тому, думая, о чём думается. Просто прислушиваетесь к тому, в это время параллельно о том, что вдох у вас теплее, или выдох. И всё, и никаких проблем, и через минуту у человека происходит автоматический сброс стресса. И автоматически, неуклонно, закономерно человек выходит на состояние глубокой душевной безмятежности. Такое состояние нормальное, когда бывает, когда он, например, задумается глубоко, смотрит, например, в окно или на природу, слышит, например, голоса птиц, или шум бегущей воды, или музыки, и при этом, задумавшись так, отстранённо, отрешённо, дистанцированно от волнующих его проблем в моменте. Такое бывает состояние задумчивости, когда, например, девочка на уроке сидит, задумалась, смотря в окошко, и в этот момент у неё вот эта безмятежность. В этот момент, оказывается, миллионы, миллиарды клеток мозга находятся в моменте накопления запасов питательных веществ, и открывается там доступ кислорода, и человек там восстанавливается. И в этот момент не надо ему мешать, вы говорите. Это действительно правильно, потому что, когда люди так делают, у них снимается стресс. Или они, повторяю, вспоминают игры, в которые играли в детстве, и начинают эти игры. Пять минут в день буквально побыть как ребёнок, поиграть в эту игру, будьте как дети, сымитируйте эти действия, которые вы тогда делали в детстве. И тут раскрывается перед вами новый мир. Тут детский мир, тут детский мир естественности, нормальности. Когда вы были защищены, когда у вас были и папа, и мама, или рядом была бабушка, или дедушка, и вы не беспокоились о завтрашнем дне, и вам было хорошо и безопасно, и вам было на душе тепло. Поэтому, друзья, наша школа «Человек будущего» – это на самом деле уникальное во всем мире. До встречи, друзья, в нашем будущем, которое сегодня уже сегодня. И эти приёмы, о которых я рассказываю, а их ещё много, и вы подбираете себе по критерию минимального усилия, по критерию комфортности, по критерию действия, которое вам хочется продолжать. Пять минут в день, пять минут в день, будьте как дети, и, как говорится, спасётесь. Пять минут в день, приходите. Пять минут в день, приходите. Продолжение следует...